МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.00 в Новосибирске. Это время вечерних новостей. На канале ОТС в студии работает Екатерина Тихомирова. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Питание через кнопочный зонд. Новосибирские врачи учатся проводить сложнейшие операции, как пациентам возвращают здоровье и аппетит. День, когда Новониколаевск в Новосибирском стал, кто и как без малого сто лет назад городу Наоби имя подбирал. Быстрее, выше, сильнее, а теперь и драматичнее, когда кино про Олимпийское трио Карелин-Хоркина-Попов выходит в российский прокат. Сейчас об этих и других событиях подробно. Сегодня наши хирурги под руководством московского специалиста впервые провели операцию по уникальной технологии. Столичный хирург-эндоскопист учил сибирских коллег устанавливать так называемый кнопочный зонд. Конструкция позволяет питаться даже самым тяжелым больным, которые сами есть не могут. Наталья Цопина с подробностями. За границей, если пациент больше месяца на зонде находится, то есть ему сразу быстрее, что мы устанавливаем. Семену зонд установили в три месяца. Мальчику скоро три года. Глотать самостоятельно не может. Есть у малыша и трубка для кислородного концентратора. Без этого набора Семе никуда. У него порог развития центральной нервной системы. В соседней палате онкологические больные. Леонид Иосифович отмечает, в последнее время для него прием пищи также проблема. Пища такая жидкая, я смогу глотать, а жевать я уже не могу. Жевать больно. Медики объясняют, кнопочный зонд – настоящий выход для пациентов с химическими ожогами, онкологией пищевода или для малышей с врожденными заболеваниями. Кому больно глотать или у кого вовсе отсутствует глотательный рефлекс. Крошечный зонд вводят при помощи эндоскопа, через маленький прокол в животе, непосредственно в желудок. Вводится сюда вода, но я сейчас воздухом, но вот. И с помощью этого набора, как раз, эта трубочка держится в желудке. Трубка не мешается на лице, не причиняет дискомфорт. Даже сама пища может быть другого качества. Вводится с помощью специального шприца или зонда, вводится точно так же питательный состав, каша. Но, во-первых, она должна быть менее дисперсна, то есть ее не нужно так сильно размельчать, как при введении через назогастральный зонд. И тем самым она более приближается к обычной, к нашей человеческой пище, с одной стороны. А с другой стороны мы можем докармливать ребенка. Раньше в Новосибирске не проводили такие операции. Мастер-класс дает хирург Илья Захаров. Пригласили московского врача из федерального центра имени Димы Рогачева, который является проводником этой технологии в России, который единственный, первый начал устанавливать эти гастростомы, который владеет технологией. Операция малоинвазивная, с минимальным хирургическим вмешательством. Первой гастростомы устанавливают трехлетние Маши. Все прошло хорошо. Сделали быстро достаточно. Операция проходит в среднем 10-15 минут. С учетом того, что небольшая учеба была, показательная, время удлинилось. А так кровопротери нет. Сделали хорошо, достаточно. Будем надеяться, что это поможет ребенку. Часто трубка, которая идет через нос, мешает малышам говорить. Семен после недавней поездки в реабилитационный центр начал копировать речь животных. Мама уверена, после операции достижений будет намного больше. Когда мы зонт этот питательный уберем, то он же все равно в ротовой полости находится, и он мешает. И я думаю, мы прямо в горы пойдем, потому что мы с ним занимаемся. Он такой занимательный ребенок, ему интересно все. Какому количеству жителей области потребуется такая операция, пока сказать сложно. Но теперь медики готовы к потоку пациентов. Процедура достаточно простая, достаточно легкая. Значит, очень корректно изготовлены инструменты. Мы готовы обеспечить город и область даже в том числе. Наталья Цубина, Антон Мамаев, Новости ОТС. По другим темам. 1 миллион 200 тысяч долларов. Ровно столько просят за самолет, созданный на базе Ан-2 новосибирские конструкторы. Сегодня специалисты впервые озвучили журналистам цену своего творения. Биплан показывали членам региональных правительств и директорам авиакомпаний из Омска, Читы, Кызыла, Улан-Удэ, Томска, Кемерово. Различные модификации для перевозки грузов и пассажиров. Есть даже люксовый вариант. Удобный салон, мягкие кресла. Производство крылатой машины штучное. Продать удалось лишь несколько экземпляров, собранных с нуля на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чеплыгина. Но по прогнозам экспертов, скоро покупатели в очередь выстроятся. ТВС-2МС, так называется новый самолет, почти вдвое дешевле зарубежных аналогов. А по техническим характеристикам даже превосходит их. Разработчики ищут предприятие, которое может поставить производство самолета на поток. Завод имени Чкалова, по мнению специалистов, для этих целей не подходит. Там заняты производством истребителей. Для производства нового самолета необходимы оборудование на 300-350 миллионов рублей и коллектив в количестве 50 человек. При наличии конструкторской документации и комплекта оснастки, матриц, которые сегодня у нас уже есть, и мы готовы передать предприятиям производителям. Такое предприятие числе 150 человек в состоянии выпускать 25-30 самолетов в год. Продолжаем выпуск. Девятилетнему Кириллу Другунову из Барабинска нужна помощь. У ребенка врожденная двусторонняя аномалия. Ушных раковин нет. Сделать операцию и вернуть слух берутся врачи одной из американских клиник. Цена жизни и здоровье мальчика 6,5 миллионов рублей. Рассказывает Оксана Тимошенко. О том, что будет трудно, знали с самого начала, рассказывает мама Елена. О страшном диагнозе врачи сообщили еще в роддоме. Двусторонняя микротия, атрезия, кондуктивная тугоухость. Малыш родился без ушек. Нет слуховых проходов. Мы не отчаивались с мужем. В два месяца, когда было Кириллу, мы сразу поехали в областную больницу. Нам сказали, что нужно носить бандаж. На бандаже слуховой аппарат. Этот слуховой аппарат уже третий. Без него ребенок просто не слышит. Покупка каждого обходится в 400 тысяч рублей. Но с этой проблемой семья старалась справляться самостоятельно. Жизнь Кирилла мало чем отличается от жизни его сверстников. Разве что на улице он не может находиться один. Не услышит шум автомобиля или лая собаки. Слух снижается у Кирилла. Мы это замечаем. Тяжелее становится. Очень, конечно, боимся. Боимся очень. Ему действительно нужно слышать, потому что и видеть. У него зрение немножко падает. И требуются на сейчас очки. А детям у него не на что очки. Просто ушек нет. Девятилетний мальчик с гордостью показывает школьный дневник, в котором нет ни одной четверки. За каждой оценкой титанический труд родителей, учителей и, конечно, самого ребенка. При этом он успевает заниматься футболом, плавать в бассейне и мечтает стать спортсменом. Я хочу стать футболистом. Все эти годы родители искали врачей, которые могли бы помочь их малышу. От операции по восстановлению ушек с помощью ребра пациента пришлось отказаться из-за сколиоза. В сентябре прошлого года на одном из федеральных каналов увидели репортаж о мальчике с похожим диагнозом. Восстановить ухо и вернуть слух ему обещали американские врачи. Для этого необходима всего одна операция. Мы отправили диск КТ в височной кости Кирилла и его посмотрели. И врач сообщил нам, что у нас еще и холестеатома – это опухоль. Она может привести совсем к потерю слуха, разрушает как бы ушко внутри. Когда растет она, может вызвать менингит и абцесс мозга. Шанс на полное выздоровление у Кирилла пока есть. Удалив опухоль, необходимо одновременно восстановить и слуховой проход. Иначе есть риск повторного развития холестомы. Сегодня родители собирают деньги на операцию, а это 6,5 миллионов рублей. Она назначена на конец июня. Кирилл очень верит, что ему помогут. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Дела давно минувших дней, которые определили дальнейшую судьбу большого города. Сегодня Новосибирск отмечает свой второй день рождения со дня переименования. 90 лет назад город Нааби перестал быть Новониколаевском. А вот Новосибирском мог и не стать. Моя коллега Елена Мирошниченко о том, какие названия предлагали для столицы нашего региона в прошлом веке. Отсюда из дома Ленина как раз и началась история города с новым названием. 9 декабря 1925 года здесь проходил первый сибирский съезд советов, где и приняли решение переименовать Новониколаевск в Новосибирск. Ходатайство об изменении имени отправили в Москву на утверждение. Назвать город по-новому решили после образования новой административной единицы сибирского края, центром которой стал Новониколаевск. Нес отпечаток царского режима и царского имени. И вот прошел первый съезд в ноябре 1925 года, прошел первый съезд новониколаевский. На нем было принято решение переименовать город в какой-нибудь другой, например, типа Новосибирск. Такая фраза была брошена, типа Новосибирск. Местные газеты уже на следующий день стали публиковать статьи о переименовании города. Новое название выбирали жители. Варианты отправляли в редакцию Советской Сибири. И каждое название аргументировали. Новосибирск не нравится, нет политической идеи. А вот Ленинск знаменец Набии – это другое дело. Он является идеологизмом. Центр Сибирск почему? Обе города стоят Набии. Старый Сибирск, чтобы отличить от Томска. Сегодня областной центр мог бы называться не Новосибирском, а, например, Партизанском, Большевиком, Петуховском или Новым Лучом Сибири. Из более чем 50 вариантов выбрали Новосибирск. И 12 февраля 1926 года, ровно 90 лет назад, новое имя города утвердили в Москве. В целом, 25 и 26 годы стали поворотными для Новониколаевска. И даже не из-за смены имени, а смены статуса. Новониколаевск стал административным центром, поэтому нужны были преображения. В первую очередь для столицы построили новый дом сибирского правительства. И параллельно общегородские объекты. Допустим, Сибирьковский мост, который сейчас до сих пор стоит, железобетонный мост через реку Каменку, строилась, обустраивалась главная площадь города, которую мы сейчас знаем, как площадь Ленина. Там в это время строились и доходные домы, который стоит главный. У нас и здание пробанка было построено, госбар. Новосибирске сегодня стремительно развивается. Первопричина тому – транссибирская магистраль. Город стал транспортным узлом. В столицу Сибири хлынул поток переселенцев. Все это давало мощный толчок для развития. И темп «Мегаполис» держит до сих пор. Елена Мирошниченко, Алексей Зубила. Новости УТС. Действующие лица и исполнители в одном зрительном зале. Сегодня в Новосибирске предпремьерный показ фильма «Чемпионы». Кино о знаменитых на всю страну олимпийцах – Карелине, Хоркине, Попове. Из кинотеатра «Победа», где собрались чемпионы, болельщики и киноманы на прямой связи со студией мой коллега Сергей Толмачев. Сергей, поделитесь впечатлениями от просмотра. Здравствуйте, Екатерина. Только что закончился предпремьерный показ фильма «Чемпионы». Вот сейчас уже зрители выходят из зала. Этот фильм показывают сегодня в трех городах. Новосибирске, родине Александра Карелина, Белгороде, где родилась Светлана Хоркина, и в Екатеринбурге, откуда родом Александр Попов. Собственно, фильм про этих трех чемпионов, у которых на троих девять олимпийских побед. На этом показе сегодня полный зал, и половина зрителей – это дети, воспитанники детских школ, школ гимнастики, плавания, баскетбола, ну и, естественно, греко-римской борьбы. Ну, а фильм представлял сам Александр Карелин. До этого была большая автограф-сессия, он отвечал на вопросы, ну, пообщался буквально с каждым желающим, у каждого была такая возможность сфотографироваться и получить автограф. И вот сейчас, после того, как закончится обсуждение этого фильма, Александр Карелин обещал дать эксклюзивное интервью для нашего телеканала, и я уже тороплюсь на это интервью, и все подробности того, о чем этот фильм, и как сегодня прошел предпремьерный показ, я расскажу уже в вечернем выпуске новостей. Екатерина. Спасибо, Сергей Толмачев, с предпремьерного показа фильма «Чемпионы». А в предстоящий день Святого Валентина в областной столице пройдет необычный концерт. На сцене зала «Сибирский» в сопровождении Малого симфонического оркестра с премьерной программой выступит лауреат международных конкурсов Владислав Косарев. В его исполнении зрители услышат лучшие хиты советской и зарубежной эстрады. Вместо гнезда благоустроенная квартира. Семья из Искитимского района поселила у себя необычного питомца. Серо-черную ворону по кличке Арчи. Раненую птицу подобрали на улице, выходили, отдали в живой уголок. Однако уже через несколько дней снова забрали домой. Ирина Звягина о необычных приключениях пернатого квартиранта. Арчуш, иди поговори со мной, иди, пойдем поцелуемся, поцелуемся, пойдем, поцелуемся. Ко мне, ко мне, иди, ко мне, поцелуемся. Скажи, люблю, 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 люблю. Утром купаться и весь день развлекаться. Новый постоялец в семье Челгановых живет полгода. Все домочадцы души в нем не чают, а начиналось все нерадужно. Арчи буквально вырвали из лап смерти. У меня муж, находясь в гараже, увидел, барона бегает. Вот они ее там соседом окружили, поймали, еле как. И он ее привез домой в коробке. Оказалось, что у него тут вот все крыло покусано. И вот под крылом еще большая дыра вла. Вот мы его промывали марганцовкой и мазями закладывали. Думали, что он у нас помрет. Когда Арчи поправился, стало ясно, что содержать его в домашних условиях будет сложно. Поэтому Елена связалась с живым уголком, где птицу согласились приютить. Ее увезли, однако семья не смогла пережить разлуку. Привезли, когда живой уголок. Он так испугался, забился в угол. Мы его как предали. Мы поплакали, мы прям заплакали. Это как ребенка отдать в детский дом, я не знаю. Когда мы его домой через неделю привезли, отпустили, он тут как бегал. Прям такой радостный, счастливый был. Супруг Елены смастерил для птицы настоящий дом, который занимает значительную часть квартиры. Для супругов Арчи стал как сын. Или как дочь. До сих пор семья не может определить, самка или самец живет у них. Арчуша, скажи дай. Дай, скажи дай. Дай, дай, дай. Скажи дай. Дай. Мы с ним каждый день так играем. Птица привыкла к новой жизни. Учится говорить к такому соседству, спокойно относятся даже коты. На воле Арчи не выживет. Крыло не восстановилось после травмы. Хозяйка каждый день выносит питомца погулять, правда с ленточкой на лапе, чтобы не сбежал на свою беду. Ирина Звягина, Владимир Анапрячук, Новости ОТС. На этом все. Итоговый выпуск в 20.30 проведет мой коллега Иван Кудинов. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю хорошего вечера и предстоящих выходных. Редактор субтитров А.Семкин